Приветствую вас, друзья! Мы собрались, едем в Ютику, посетим Ваньку и зайдем в кафе с Баро. Мы Ване взяли свою еду. Я ему положила рыбки со сметанкой, с картошечкой ямс. Он это все любит. А мы возьмем себе в Сбаро бутерброды. Ване, конечно, нельзя эти бутерброды, там они не глютен-фри, и поэтому я везу ему свою, его еду. Вот. Ну, в общем, все в дальнейшем увидите. Такое небольшое путешествие будет с нами. Начали мы свое путешествие прямо в нашем селе. Магазин называется True Value. Сегодня воскресенье, но он работает до двух часов. Как перевести generously на русский язык? Generously? широко, богато, широко, достаточно. Ну, можно так сказать, что он generously работает для людей сегодня, в воскресенье, до двух часов. Да, можно. Можно сказать, да. Так. Нам нужна пружина для двери. Вот какие-то пружины. Ну, тут одна. А, вот они. Были и такие, были и сякие. Смотри. Закроет же. Да. Пожестче. Пожестче. Вот это не пожестче, которая потолще. Смотри, вот. А, да-да-да, вот эту возьми. Да-да, но она сильно будет хлопать. Вопрос. Она не должна хлопать дверь, чтобы выходил у тебя хлоп по жопе. Не, не будет. Может, покороче взять, Владик? Я смотрю, вот это, наверное, будет играть хорошо. А вот, смотри. А, нет, это не пружины. Ну, и что? Ташка. Вот это вот будет хорошо. Притягивается. Все, давай эту возьмем. Давай. Давай. А вот это покороче не будет хорошо, нет? Не, не будет. Просто, как бы, если короче плечо, оно будет... Никаких. Ну, ты в курсе. Короче, у нас нарисовалась проблема. Шварси взялась подгаживать мой прекрасный желтый мохнатый ковер. У меня там три ковра желтых в ванной. И она улучшает момент, если мы выходим из ванной и дверь открыта, она туда ссыкает. Вот это вот второй раз. Ну, я начинаю наезжать на мужа. Почему ты не закрыл двери? Потому что я уже настолько привыкла закрывать двери. Я вообще всегда везде за собой закрываю двери. У меня как бы это в крови. Hello. У меня как бы это в крови, что ли, можно сказать. Я всегда закрываю двери. Это такие косилки. А муж всегда любит оставить дверь открытую. Ну, то есть он как бы не придает этому значения. Это его полное право. Я же не могу постоянно бегать и закрывать двери. Ну, поэтому мы решили купить пружину и поставить на двери в ванной пружину, которая бы сама прикрывала дверь. Я на улицу выйду. Have a nice day. И это не обязательно, чтобы она как бы закрывала полностью, да, эту дверь. Как бы вот как в сауне, да. А так, чтобы просто она была закрытой, чтобы кот не мог туда зайти. Вот. Не думаю, что она специально будет прям открывать двери и толкать эти двери. Нет. Просто она улучшает момент, когда это происходит. И мы ее застали за этим занятием. Ну, в общем, будем как-то выходить из положения. И дальше мы едем в Юти Кукване. У нас, конечно, сегодня солнце. Все подтаивает. Но дороги мокрые не из-за снега, а из-за того, что их поливают постоянно солью. Но снежок не так-то уже быстро прям тает. Мне надо до конца недели будет высадить, высадить тот куст бузины. Смотрите, еще какой-то, как бы, лед там, что ли, кусочек льда. Да. Вот такая погода. Я уже хочу кушать. Муж уже хочет кушать. Да. Ну, мы должны будем зайти в кафе с баром, как я вам и говорила. Да. Мы находимся в Хиркемере, где наши дети живут. Вот это Бессетт Хэлф Центр, к которому мы приписаны. Мы проезжаем мимо сейчас, потому что мы едем к Ване. Ютика находится по дороге через Хиркемер. Хиркемер мне всегда нравился. Он, конечно, больше, чем наше село. Такой маленький городок, окруженный горами. Посмотрите, вот. Очень красиво. На обратном пути мы заскочим к детям. Все в снегу. Немножко поснимаю. Тут много церквей. Ну, так же, как везде. Люди по воскресеньям тут ходят в церковь, да. Проходят службы. Они ходят в церковь, как заведено тут в Америке. Ну, у нормальных людей. И потом ходят в кафе, в рестораны. Мы не ходим в церковь по воскресеньям, значит, мы ненормальные люди. У нас просто не заведено было ходить в церковь. Но в Бога я верю. Вот тут кафешки всякие. Эпплбис. Вот наш Волмарт, куда мы ходим. Мы ездим или в Херкемер, в Волмарт, или в Амстердам, в Волмарт. Одиннадцать миль до Ютики. А вот там вот, как бы на горбе, есть двугодичный институт, или называется Херкемер Колледж. Там выпускают работников медицинских тоже. Ну, двугодичные это медсёстры. Ну, и так далее. Про медсестёр я просто точно знаю. И точно знаю про физикл терапи. Физическая терапия. Как перевести на русский. В общем, люди, которые занимаются всевозможными упражнениями, которые, возможно, люди после инсультов, да, ну, разрабатывают движения. Так можно сказать. В общем, физикл терапи, всё. Она называлась восстановительная физкультура. А, восстановительная физкультура. Вот, я забыла. Ну, и следующий прямо поворот сейчас будет на Илеон. Это для новеньких подписчиков, кто не видел все мои видео, так как я очень много уже наснимала. Много наснимала, так как это у меня как хобби уже. Надо, наверное, меньше снимать, а то люди не успевают просматривать. Вот сейчас будет поворот направо, и мы будем переезжать по мостику и въезжаем в Илон. Но мы не будем в Илон въезжать, а мы едем дальше в Ютику. Просто я вам покажу немножко дорогу. И тут выло он сразу у Алди. У них в Херки Мере Алди нет, а сразу выло он у Алди. Вот наша речка Охок. И вот там вот туда поедешь, там Алди и городок этот. Илон. А сюда дорога на Ютику. К Ваньке. Да, еще хочу вам рассказать, что следующий будет как бы съезд во Франкфурт. Да. Видите, написано Франкфурт, если вы сейчас успеете прочитать. Франкфурт. Вот сюда нужно ехать, на Франкфурт. Потому как это вся местность, начиная с Аленыного Хюрки Мер, Франкфурт, Биллеон, Мохок. Это все как бы вот эти Биллэдж, общее их название German Flats. В переводе немецкие квартиры. Флэт. Поселение. Немецкое поселение. Ну, еще флэт, это как бы квартира тоже. Немецкое поселение, да? В этом смысле это в контексте немецкие поселения. Да, немецкие поселения. Наш Форт Плейн не входит в этот состав, но у нас немцы тоже есть. Я даже работала с чистой немкой. Чистая, чистая немка, которая женщина моего возраста, которая никогда не была в Германии. Никогда. вот, и не собирается, да. Она немка, но она абсолютно американизированная немка. Значит, это фура мне надоела. То есть, это не фура, а это машина для перевозки животных. Так, там какие-то эти дырки были в кузове. Вся продыравленная для воздуха. Ну, в общем. И поэтому названия такие. В Франкфурте мы были. Тоже такое небольшое село. Оно мне понравилось меньше, чем Хиркемер, чем Лилеон. но там школа написано Шули. Шули, да, как говорят немцы? Нет, это Шули. Шули? Да, Скайлер они пишут. Они пишут? На английском языке они говорят Скайлер. Да, но я слышала, как говорили немцы Шули, что-то такое. Шули это школа. Да, Шули. Еще раз. Написано, если ты читаешь на английском, и они говорят это. Ага. Они говорят Скайлер. Да, но когда мы въезжали, там было написано Шули, Шули. Ага, старая построителька. А, да, нет, нет, новая школа написано было на немецком Шуле. Там живут немцы. И, ну, там есть такой участок с очень, ну, дорогими домами. Видно, они в разы отличаются, как у нас, допустим, в Форт Плейне наверху, где живет интеллигенция. Там прямо дома, как дворцы. Там люди не будут воровать твои эти посылочки. Это уж точно. Да, кстати, кому интересно, вернули нам, вернули нам то, что мы, то, что муж заказал для самогона варенья. Я сказала самогоноделание, но так как я ж понимаете, не самогоноделатель или варитель, но правильное название самогоноварение. И вообще вот эта вещь, это небольшая вещь, такая сетка металлическая и как медная, она мягкая, что ли, она во многих случаях применяется, даже не хочу вам сейчас это рассказывать. В общем, они открыли нашу эту посылочку и забрали себе. Ух ты, птичка! Но самое интересное, что это муж сказал, что у нас есть фотография, что оно лежало у вас. Если бы мы не сказали, что есть фотография, то они бы не вернули нам, потому что сразу посылка была открыта, открыта и забрана. но так как я сказала, что отдал нам это сын, вот этот мужчина, сын, который проживает в этом доме, но он, у него дизабилити тоже, но он такое дизабилити, что он в состоянии функционировать и жить как бы с семьей. У нас есть такое в Америке, но отец каждый день, божий день, приезжает по несколько раз в день с контролем. так вот видно отец приехал и отдал ему назад эту сетку и он вернул нам полностью и открытый уже распакованный ордер. Так что вот такие дела. Естественно мы ничего не сказали ему и вернули и большое спасибо. Ну в общем мы приближаемся к въезду в Ютику. Да вот Тернер стрит. Надо будет ехать направо. В Ютике проживает 60 приблизительно тысяч населения. Ютика очень растянута. это город-город это не вилочь. Она очень растянута. Но в своем роде тоже интересная. Тут есть большая диаспора поляков. мы мы будем проезжать не по центру Ютики а немножко по окраинам Ютики. Потому как школа ну вы посмотрите где находится школа. Можно было сюда не заезжать а ехать прямо тогда надо было бы там через центр объезжать. Ну а мы вот этим путем всегда въезжаем. Но тут дорожка конечно не расчищенная люди. да ну еще немного прямо по борту это почта. Эта дорога мне напоминает украинские дороги. Сами видите с выбоинами. Ну вот это почтовое отделение. И у них конечно там стоят машины которые разводят почту. Воскресенье выходной на почте. Почта работает в субботу до часу. Почту по субботам всегда разносят почтальоны. Развозят. Вот тут компания школьных автобусов которая возит детей. у нас по всей Америке дети ездят в автобусах. Особенно которые живут вот в таких больших городах, в селах. Нашу Полину тоже забирает автобус и привозит. Ну всех детей в общем. но но ты можешь отказаться если не хочешь. Какой-то бизнес International Family of Heat не успела прочитать бла-бла-бла. индустриальный парк. Индустриальный парк. Какие-то там бизнеса непонятные. Может какие-то мастерские. Вот там может какое-то производство. Да, тут ютики есть еще производство. Ну какой-то небольшой жилой комплекс состоящий из таких симпатичных домов. Вот тут какие-то склады. Ну видно, да, что это уже город-город. Мастерские, автомастерские, вот там заправки Дели Айскрим. Айскрим, мороженое. И кстати, по пути к Ване тот самый русский магазинчик. Вот он, Sunshine Market. Мы потом зайдем. Потому как я хочу купить творог. Надеюсь, творог там будет. Тут парк очень огромный. Огромные люди парк. мы там гуляли. Вот смотрите, вход в парк. Мы изначально хотели купить дом в Ютике. но вон спортсмены бегут. Спортсмены бегут. Да. Молодцы спортсмены. Парни. Парни и какая-то девушка даже там вот заглудилась. Под машину хотела броситься. так. Ну и вот тут жилые дома с той стороны вперемешку со всякими магазинчиками и кафешками. Немного их, но вы увидите. вот какой-то был бизнес. Вот это бизнес похоронный. Как же без этого? Вот это ресторан стюарт шап. Вот это пиццерия. медикал офисы. Опять заправка и мы пойдем вон туда в сабвей. Вот тут фэмили доллар. Вот это вот армия военная. Да. Смотрите какое красивое здание. И за ним сразу Ванина школа. Я когда впервые сюда попала мне эта местность ну просто так впечатлила. А вот это государственные дома. У нас в Бруклине называлась Найча Нью-Йорк Сити Хаузинг Ауторити. А вот тут маленькие двухэтажные дома. Ну вы можете себе представить что они гораздо чище и уютнее чем у нас огромные огромные билдинги с сотнями проживающих. И вот Ванина школа справа по борту. Там есть здание школы школы и четыре здания резиденции. Все это одноэтажное. Также вот это вот Children Center это для маленьких детей возраста садика до четырех лет. Потому что школа у нас начинается с четырех лет четыре пять и дальше шесть первый класс. Вот мы приехали в школу и вот тут Ванина резиденция. Сейчас я выйду и буду его забирать. Давай я выйду а ты можешь развернуть. Вот я иду за Ваней хотя я позвонила и сказала чтобы Ваня был готов. Ну конечно он не будет нас ждать на улице. Вот его резиденция и знаете чем тут пахнет? А тут пахнет порошком люди. Ваня 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 Виви Атея как ты? Нормально нормально я I will take picture from him okay not from you thank you естественно сегодня Ванечка ну что ты скажешь людям привет привет ребята я давно тебя не видел не тебя а вас какая у тебя шапочка красивая ты тоже самое накупила хорошо тебя обстирали с ног до головы да Ванька ты так пахнешь всем таким а ну-ка дай маму тебя поцелуют мы привезли тебе еду а мы пойдем с бара покушать а потом пойдем погуляем куда-нибудь окей ну давай иди проходи вон там папа а идем сюда чтобы в снег не лезть туда давай аккуратненько проходи покажи какие у тебя крутые сапоги да да видишь зима началась капец да весна ну смотри сколько снега а папу поцеловать расскажи в два слова как у тебя как у тебя день проходит расскажи два слова ну хорошо хорошо садимся вот мы зашли в такую симпатичный магазинчик и тут есть внутри кафе с баром тут кофе выбираешь себе сам напитки вот и тут к сожалению нету gluten free hello да я вижу что все закрыто раньше было все открыто а сейчас закрыто он сделает да он сейчас сделает вот работник пока было да солнце ты в туалет идешь хорошо иди какой такой бурой или тертый куда 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 надо им сказать чтобы они поставили в печку помнишь она что-то сделала в прошлый раз не поставила в печку то 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 ты знаешь гарлик рост биф я хочу 17 ты не хочешь чикен ты терияки блитц хат шат итальянский great garlic ну сейчас мы выберем потом мы выберем потом я включусь значит нам мы заказали два больших бутерброда они делятся напополам мы потом все покажем вам а Ваня выбирает себе что ты хочешь пить можешь выбирать все что ты хочешь что ты хочешь сладкое я знаю что ты любишь сладкое ты хочешь пепси может быть ну давай бери пепси бери нет Ваня ты выбирай все что ты хочешь ты не слушай маму что ты больше всего хочешь выбирай один напиток только ты мне покажи какую ты берешь вот это нормально пепс zero sugar да буду это брать окей хорошо дальше ну тут есть всевозможные конфеты и так далее но ему нельзя все он взял он взял себе пепси все everything toasted yeah oh так ну и тут смотрите на сладости что тут есть как всегда только донатс всевозможные ну да не совсем конечно очень большой выбор но ну ладно что тут есть еще все что хочешь малюсенькая какой-то пироженка но я это себе не покупаю у тебя есть сладости я тебе взяла фрукты мы сейчас будем делать кофе это какой ты взял мне медиум тоже да я делаю кружка какая а ты еще не заплатил же да все сейчас я сделаю кофе а потом мы пойдем туда платить так взяла я себе маленькое кофе что тут есть house blend а это вообще ютика кофе wake for hell up take the hell up это без кофеина это темный одирандак шоколадная марета и еще какой-то кофе ой что я буду выбирать ванька встань пожалуйста сюда я хочу выбрать я выбираю house blend он такой более-менее mild пахнет неплохо и добавлю немножко каньоли вот какой-то наверное с запахом чуть-чуть о вау вкусно вкусно так теперь я беру молоко сахар я не беру молоко молоко где у нас молоко там все френч ванилла whole milk а это что half and half hazelnut like cream а мне нужно а мне нужно просто молоко я не люблю вот эти всякие френч ванилы вот эти всякие френч ванилы только молоко так так теперь ваня ваня также ты можешь выбрать вот тут всего и добавить всякие вот эти штуки вот сливки вот палочки для размешивания мне нужно помешать просто молоко с кофе ваня берешь все это я заплачу так мне нужна крышка да берешь крышку а вот тут у нас мусорка а где шапочка твоя а в кармане хорошо ну идем платить смотри сколько людей прибыло мы всегда когда куда-то заходим очень много людей приходит на крылавок поставь а да так ну все мы идем садимся excuse me садись вот сюда ваня садись а не сюда да садись сюда садись садись я иду заберу давай хочешь ресит тебе нужно ресит нет ты просто скажи сколько ты заплатил 7 долларов за воду и 2 кофе и бутерброды наверное надо забрать идти садись подойду что солнце ты говоришь я просто задумалась будем тут сидеть или на высокие стульчики на высокие давай мы идем на высокие стульчики потому что тут всего два стула а тут удобнее сидеть да ваня переходи ванечка сядь нормально да вот я положила ему в эту тарелочку рыбу сметану там ямс с твоим соевым соусом глютен фри это то что ты любишь да ваня аккуратно наклоняйся пожалуйста и он кушает будет пить свою колу вот это ему на сладкое будет и так же у него там полно колбаски можешь брать пожалуйста колбасу если ты хочешь окей кушай приятного аппетита тебе тоже ну а я буду пить сейчас кофе и владик еще ждет бутерброды ладно я кофе сделаю приятного аппетита спасибо ванюше кофе неплохое да тебе вкусно скажи очень вкусно конечно а что ты кушал уже сегодня ничего не докушал диета хорошо не ну ты же утром кушал что-то ты же завтракал что только кушал обыкновенный сирил ну да на тебе салфетку для рта это маленькая тарелка маленькая большиняя тарелка ну ты не голодный остался немного остался голодный вот почему я ждал пока приятного то есть ты специально не просил добавки когда я кушаю ужин я добавки прошу а другие моменты когда снег и фрукты добавки не надо просить потому что ты не хочешь да можно фрукты брать можно брать фрукты хочешь добавки но сметану не надо сметану нельзя капец сметану нельзя ну окей да намного выбора хорошо кушай кушай не буду отвлекать мы потом пойдем в магазин и купим тебе подарки а сейчас надо купить Полины подарки мне тоже потом надо и Полины подарки хорошо мой золотой все приятного аппетита мы жуем наши бутерброды с длинной ложкой моя половинка остальное идет Владику потом я откушу его половинку просто чтобы попробовать меня хватит у меня такой остренький тут алпенья есть Ванечка наслаждается своей едой у него много сметанки как он любит рыбка была красная была ямс это не ямс она называется свит потейто хорошо свит потейто сладкая картошка сладкая картошка хорошо потом я поставила ему туда добавила соевый соус глютен фри и так же он кушает колбаску и мяско кушай колбаску и мяско да больше кушай тут нету глютен фри бутербродов я заказывал лапинио экстра а тебя больше чем у меня ну потому что он мне взял он мне сделал по рецепту то что там есть понимаешь пожалуйста окей приятного аппетита мы идем вот в этот магазин как он называется Ваня тут вход или выход окей ну давай давай открывай спасибо так заходи папа подъедет сейчас давай заходи вон там мы так ну что куда ты хочешь идти так ну идем смотреть тут много всяких подарков на пасху я бы тебе купила конечно пистолет такой чтоб ты стрелял вам нельзя даже в виде игрушки пистолет нельзя это нет да мама это а что вот это такое это это миссия не надо это стрелка ракеты не надо давай сначала пройдемся вообще посмотрим а потом я уже знаю Полина куклы не играет поэтому куклы исключены она куклы не любит мы просто смотрим что тут есть для Вани Ваня выбирай себе мы сейчас будем ходить и выбирать я вам сейчас покажу вот что это за магазин такой и ну Ванька а что ж ты не выбираешь солнце я не знаю ты не знаешь что выбрать столько много всего да я же знаю что надо выбрать я же запомнил ты запомнил наверное да я вспомнил ты выбирай показывай я буду говорить если нет вот для маленьких тоже деток да что тебе надо знаешь что там с самого низу вот тут внизу лучше я выберу а вот он знает что он уже в курсе что вон там игрушечную электронику он всегда выбирает выбирай что ты там хотел а я же покажу настоящий вот этот но он играется да вот этот такой вот этот мам вот а что это такое у нас это геймбой мама это же скинпотектор мама когда вытаскиваешь его это как настоящий геймбой но тут же есть нормальные игры да хорошего бейхейвера там учат да как себе вести как другие ну это вообще для малюсеньких деток лучше поставь обратно давай мы пока это поставим это поставим 60 месяцев плюс да это слишком очень давай мы посмотрим может быть что-то более интересное есть тут много всего да мальчик понимаете а юноши называют папа будет да юноши как да как 15 лет смотрите какой так что тут learning tablet да даже маленький ну идем гуляем гуляем да его приводят и что Ваня тут в основном ты выбираешь скажи пожалуйста что ты выбираешь а что вот это такое это же кичень мам это же такое фиджет кичень тебе надо такое мам не надо мам я же сам мам я же так не сердюсь а вот а вот что Ваня для тебя есть ты это же любишь собирать думаю да мам так почему бы тебе такое не взять не знаю мам это же мам знаешь что интересует наверное что наверное игрушки пазда и дикса такие бренд сизеры пазда Ваня ты не будешь собирать пазда кубики я говорю там наверное где тут дикса находится там же кубики рубики настоящие я смотрю что я всегда собираю на другие формы сенсоре той ты хочешь вот это пожалуйста не надо сенсоре той пожалуйста можешь не надо тебе да не надо я же так так тебе вот это надо или нет не надо не надо хорошо тогда что тебе надо а что вот это такое машинки не надо машинки пожалуйста хорошо мамочка я тебе покажу можешь что-то сказать спокойно мамочка можешь советы пожалуйста давай говори что какой совет где-то на улице запаздывай там есть кубики рубики настоящие но другие кубики рубики это же я всегда собираю хорошо ищи Потому что я не знаю где Ну посмотри, может что-то из этого тебе надо Ладно, мы пока будем ходить Чтобы вам не было нудно Мы потом включимся Мы уже вышли из магазина И накупили Ване целый мешок Это Ваня издает звуки Мы ему накупили целый мешок Всяких сладостей Две пачки это идет Для Полины Две пачки для Полины Остальное все Для Вани, его хлопья Там мы ему купили Подожди Хочу показать же Потому как ты В общем он игрушки себе не выбрал Так как он не маленький Владик достань пожалуйста Вот те Часы показать Что он себе выбрал Ваня выбрал вот такое Вот такие вот Часы радио Ну как вы сами понимаете Что у него вся электроника Лэптоп и две тэблеты у него есть Ну что-то ребенку надо было купить Так как он у нас уже 17-летний скоро будет Ну и купили ему там хлопья Глютен фри Вот такое купили Купили любимые конфеты его Которые он может кушать Спинат баттер капс Он всю жизнь их ест Ему от них ничего не бывает Вот такое радио купили Это он потом с собой возьмет Так что мы Мы купили Полине тоже Это тризас Она любит И купили Вот такую штучку Но это Вешать у них на балконе Веселенькая Ну и мы потом зайдем в Walmart Купим ей какую-то еще игрушку Ну это уже будет чуть позже Пока мы гуляем с Иваном Ну все Мы уже отвозим Ивана домой В резиденцию Покушали, купили Вот машины какие тут Военные стоят Опять объезжаем его школу Ну на территории Его резиденции Школа До скольки? До 15 лет школа? Или до 13? До 14? Тут у вас Тут школа до 14 лет? Это миддл скул у вас? Нет, это же я на миддл скул Но Мам, я же прием в ЧАЭТКС Это было 13 Потому что я был человеком Хорошо А, понятно Значит Те, кто по мозговому развитию Более-менее подходит Для дальнейшего обучения Их переводят в другую школу Так Он По обучению Нормальный Только у него поведение было Отвратительно А так нормально Да Да Сейчас ты уже молодец И умница Да И перестал Орлатовый развивать Пути перестал развивать Да Хорошо Главное перестал Те И он ходит Ездит Сейчас В другую школу Не тут Тут он учился в начале Как поступил Потому что был меньше Главное Жобу Нажимать Ой, Ваня Болту Да, тетя Перестал Вот болтун какой Так Вот эта бумага Очень осторожно надо Ты прямо Или ты пойдешь Нет Мы все идем Ты уже держишь этот пакет Нет Мы идем все Вань Сюда идем Заходи А, ну подожди Я ему колбасу должна отдать Открой, Владик, машину Ой, господи Мы же ему специально взяли Вот эту всю колбаску То, что он любит Бутерброд остался Сейчас он доест эту колбаску И с колбасой будут покончены Все счеты Владик оставил себе Немного колбасы Совсем чуть-чуть Остальное все Ваньке Так Ну вот наш магазин Вьютики То есть не наш магазин А магазин Который находится Вьютики Кстати, Владик Вот этот вот сыр Дырчатый Который ты сто лет не брал Это вкусный Ты его брал всегда Вот я купила Вот этот Френшип творог Кефир у нас есть В Портплейне Вот это все А, еще фишка Мы майонез можем взять Махеев с перепелиным А где без перепелиного? Так, провансаль Отличненько Классический Это был неплохой И Махеев провансаль Ну вот я просто вам показываю Какой у нас тут магазин У нас хороший магазин Вот есть всевозможные Консервации Но я их брать не буду Так как у меня еще Своих огурцов полно Шпроты у нас еще есть Конфет тут полно Также есть вобла Настоящая Владик, вобла есть Ну и также рыба вся эта У нас еще остатки С Олбани есть С Кумбрии Мы сейчас набирать не будем Ну и всевозможные колбасы Муж себе взял Вот такую колбасу Да, мы взяли еще мороженое Когда-то Зять наш в Бруклине Работал с русским холодом Да Чеснок у них Лук хороший Очень хороший у вас магазинчик И приятный Мы вышли Из русского магазина Мы его так называем Вот У нас все как бы называют Украинские Украинские Русские магазины Но это Украинцы держат Хозяева Очень приятные люди Вот В воскресенье у них Больше всего в выторгах Видишь? Да, в воскресенье Много людей Там стояли Украинцы Люди Которые Разговаривали На украинском языке Были одеты Как будто бы Они побывали Где-то Но я думаю Что возможно После церкви Заезжают Так как тут И польская И украинская Диаспора Возможно Даже эти люди Ходят и в польскую церковь Понимаешь? Ну в общем Не важно Куда они ходят Мы были В этом магазине Нам он нравится Нормальный хозяин Этот дядечка Уже конечно Они С женой Пенсионного возраста Но они Работают Никогда В жизни Я не видела Их детей Работающих В магазине Хочется чтобы они Еще продолжали Работать До ста лет Объясняю про У его Сына Огромная Автопродажа А Он занимается Продажами Машин Понятно У них Еще есть Шаншайн Бизнеса По всей Ютике Кроме этого Магазина Дети занимаются Да Шаншайн Бизнеса Авто Автосалоны И заправка Вы слышали Что сказал Что его Дети Имеют Большие Бизнеса По Ютике Автосалоны И заправки Понятно Поэтому им Просто некогда Заниматься Магазином Его дети Закончили Здесь Колледжи Ага На английском Говорят Ну они Американцы Понятно Американцы У них Этот магазин Это не для них Это не их Бизнес Да Это папа Мама Шап Так называется Бабушка И дедушка Чтобы даром Не сидите Понятно Чтобы даром Не сидите Я кто кажут Ну вообще Это выражение Конечно Не для меня Чтобы даром Не сидеть Это надо Себя не уважать Чтобы постоянно Стремиться Что то делать Что то делать И не сидеть Просто так Как говорится И поплевать В потолок Это тоже Необходимо Но они Занятые Занятые Иногда Жена Торгует Но В основном Вот этот Хозяин Вы его видели У них Вахтовый метод Вахтовый? Вахтово Сменный метод То он Неделями Потом Ну да Последнее время Когда мы приезжаем В основном он Да Понятно Ну вот сейчас Мы едем С Ютики В Херкеме Да Ну вот Мы въехали В Херкеме Как видите Очень быстро Где-то минут 15 езды Да Максимум 20 Из Ютики В Херкеме Вот я вам показываю Что тут есть Мы сейчас едем В Волмарт Нам нужно Что-то Прикупить И потом Включусь Ну что мы Купили Мы купили Вот эти Такие Свиные Ратлицы Или Называется Короче Вот это Рабай Стейк Мы купили Будем делать На гриле Сосиски Мы купили Мандарины Из еды Я показываю Сметану Вода Минеральная Я сейчас Буду пить Я возьму С собой Или ты Откроешь Спасибо Душ Да Залили Полинины Подарки На Закрой Воду Закрой Воду Значит Воду Купили И 5 банок Сока Мы За это Заплатили 90 долларов Потому что Мы взяли Дорогое Мясо За 2 Кусочка Мы заплатили 25 долларов А это Подарок Полине Так как Мы собираемся Сейчас Зайти Это все И Ну и Рукавица Для Гриления Короче Вот За весь товар Мы заплатили 122 Полотенечко Я взяла Для кухни Дочки Это тоже Какая-то Такая Штучка Там Что-то Делать Полина Любит Заниматься Это Тоже Слайм Такой Слайм Ребенок Что-то Руками Будет Делать Полотенце Дочки Для Кухни Вот Божья Коровка И Вот Такие Конфетки А это Мужу Готовить На Большом Котле В Большом Котле На Улице Ну вот За это Мы заплатили 120 долларов Все Мы из Волмарта Вышли Едем Херки Мере Это Почту Проехали Жилой дом Это Тоже Магазинчик И наверху Апартменты Улочка Их Аптометрист То есть Доктор Глазной Да Который Очки Делает Магазин Для Животных Какой-то Муниципальный Хол Администрация Вместе С Полицейскими Церковь Вот это Большое здание Как Клиника Или Как дом Престарелых По-моему Да Фолтс Не как А даже Это дом Престарелых По-моему Вот это Бессид Хеллс Центр Куда мы Приписаны Я уже Снимала Ну вот Это Заехали Мы На их Улицу И Если Потом Поворачиваешь Направо Там За этими Домами Большой Ханафорд Снег Никто Не убрал Так может Ты не будешь Заезжать Не буду Не заезжай А то Вдруг Там Разбираться Не буду заезжать Если снег Не убрал Окей Мы посидели У детей И вот Снимаю Вам Пейзажи К Снегу Едем Домой Там Внизу Дорога Это Мы Как бы Поверху Едем Это Две Параллельные Дороги Вот Эта Дорога С Этой Стороны Она Как бы Пошире Что Ли О Какие Скалы Интересные Они Тут Сетку Взяты Мы Когда Я Когда Ехала С водителем Из Бруклина К Ване Мы Проезжали По этой Дороге Мне Всегда Нравились Эти Скалы Небольшие Они Конечно Маленькие Но Интересно Было Смотреть Вот Палатайн Таун Оф Палатайн Вы понимаете Что это не город Церквушка Таун Это как бы Местность Наверное Таун Оф Палатайн Палатайн Бридж Вилл Вот Разберитесь Плакаты Озеро Снега Да Это мы Подъезжаем Форд Плэйн Скоро Пасха То есть Истерн И все Заснежено А вот Там у нас Смотрите Какие Машины Мусоровозки А там Огромный Огромный Такой Гараж У них Полукруглый Вилл Думала ли я Когда-нибудь Что буду жить В маленьком Селе Там внизу Речка Речка Да Думала Абстейт Нью-Йорке Никогда Не думала Мы только Ездили сюда На экскурсии Раньше В Адирандак Но о том Что я тут Буду жить И что Ваня Пойдет сюда В школу Я и не Догадывалась Какой-то Магазин Мебельный Но там По-моему Продают Старую Мебель Как вы Успели Заметить Очень много Продаж Всяких Машин Да Да Потому что Тут без Машины Ты никуда Слева Заправка Вот этот Странный Магазин В который Я никогда Не попала Один раз Специально Заходила Он всегда Закрытый И вот тут Вот раньше Вот тут Тоже был Магазинчик А не Вот тут Был магазинчик Красивая река Природа Всегда Красивая Такое впечатление Что скоро Новый год Так все Заснежено Алена Рассказала Мне Что в прошлом Году Она мне Сказала Число В апреле Месяце Говорит Четвертого Апреля Что ли Снега Столько Было Она Запомнила Сегодня Мне Сказала Ну и Вот Наш Мостик Через Вот этот Ручеек Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует